Творцу, существующему вечно без начала и без конца, который даровал нам быть на истинном пути. Хвала Аллаху, одного и единственного Творцу, который даровал нам следовать по пути пророка Мухаммада, Мустафа, саллаху али салям. Мы обращаемся к Аллаху за помощью, мы просим Его спасти нас от всякого зла. Мы возвеличиваем Творца, который превыше всех недостатков, который не меняется, но меняет своих созданных. Аллах не похож ни на кого, ни на что, не нуждается ни в коем, ни в чем, а мы созданные, все нуждаемся в нем. Уважаемый Джабагат, обращаясь к каждому из вас, не забывая о себе, призывая быть богобоязненными всегда и везде. Помните о том, что все мы будем воскрешены и будем отвечать за свои дела. Богобоязненность – это соблюдение повеления Аллаха и сохранение от совершения грехов. Поистине, богобоязненность – это спасение от несчастья в этом мире и благополучия на том свете. Аллах всемогуще сказал священному Коране – близится час судного дня и уже было раскалывание луны. Пророк сказал, послан я и конец света, как эти два пальца показал, два пальца, указательный и средний. Указал этим пророк на приближение к концу света, то есть приходом нашего пророка совсем близок к концу света. Уважаемый деморат, знайте о том, что не настанет час, конец света и судный день, пока не произойдут такие события, которые являются признаками приближения к концу света. Пока не произойдут эти события, значит, конца света не будет. Пророк Мухаммад сказал о десяти признаках, которые называют большими признаками конца света. Это появление, приход к людям джаджала, не спускание Иисуса, сына Марии, появление к людям народов явджуд и мавджуд, восход солнца запыта, появление животного даббатюля, появление особого дыма, образование трех огромных провалов, разломов земли, а также возникновение сильного огна в евмейском родине. Появление среди людей джаджала. Это, в этом месте сказано, что он неверующий человек. Он ни из шайтанов, ни из джинов. Именно джаджал это человек. Он из народа Исраил, то есть, он один из потомков пророка Якуба. Есть ли пророк? Значит, он из потомков пророка Якуба. Джаджал будет ходить по всей земле и обойдет ее примерно за полтора года. Это Аллах дарует ему такую возможность. Единственные места, куда джаджал не может зайти, это Мекка и Медина. То есть, ангелы туда его не пустят. Когда джаджал появится к людям в то время, когда на земле будет сильная засуха и голод, и этот джаджал станет утверждать, что он Бог, что он Аллах. И Аллах ему дает такие сверхъестественные силы, что он будет делать разные удивительные дела. Это значит, Аллах посылает людям такое испытание. Ах, верующие, которые отвергнут джаджала и не послужили за ним, у них будет голод. В это время будет засуха. Кто не верит джаджалу, те будут голодными. А кто не верующий, кафиры, они будут сытыми. Но Аллах помогает верующим так. Кто говорит джикер доспихи, это для них будет... То есть, кто будет больше джикер говорить, они не будут испытывать от голода сильных мучений. Пророк Мухаммад, саллаху алисалям, предупреждал свою общину о джаджале и той смуты, которую он будет распространять. Наш любимый пророк дал описание джаджала, что люди могли узнать его. Что один глаз джаджала потухший, он закрыт пеленой, как виноградина. А другой, как будто стерц с лица. Поэтому его еще называют одноглазым джаджалем. Аллах Всевышний даст джаджалю сверхъестественные возможности. Это будет испытание для людей, чтобы люди увидели, кто среди них останется верующим, а кто впадет в заблуждение. То есть, у него будет сверхъестественная сила, если он скажет «дождь», то по велению Аллаха пойдет дождь. Он скажет «перекрати», то дождь останавливается. Мусульмане, которые ему не верят, он распилит пополам, потом соединяет, по воле Аллаха они оживляются. Поэтому некоторые люди ему поверят и пойдут за ними. Потом он сделает две реки. Одна будет река огненная, другая обычная река с водой. Он говорит «вот река с водой, то есть рай мне подчиняется». А эта огненная река, он говорит, что ад подчиняется мне. И многие люди пойдут за ними. После появления пророка Иса, он еще проживет 40 дней. Но первый день это будет как целый год. Следующий день будет как месяц. Следующий день будет длиться как неделя. Остальные продолжительности как наши дни. Он будет 40 дней. Последние дни существования джаджала на земле с небес путится пророк Иса. Айса Байгамбан. Который находится там. Он и сейчас живой. Находится на небесах. Куда вознес его Аллах еще в те времена, когда неверующие хотели убить Ису. Неверующие хотели убить. Все говорят, он на кресте. Это неправда. Правда, Аллах Всевышний не дал еще ни одного пророка, чтобы убили люди. И поэтому пророк Иса на небесах. Он спустится, когда придет время. Когда Иса Байгамбар спустится в небес, там будет обилие. Все будут богатыми. Даже некому будет давать садака. Он спустится в особом месте, где есть белая башня, белый минарет, который построят на территории Шама в Сирии, на востоке от Дамаска. Иса Байгамбар встретит Джаджала в Палестине и уничтожит его. Это произойдет в палестинском городе Баб-эль-Люд. То есть по-русски называют Лот или Лидда. После этого пророк Иса будет жить по закону пророка Мухаммада Салвали. То есть он будет последователем нашего пророка. И потом придут Яджуд и Маджуд. То есть это два племена, которые еще называют Гог и Магог. Это люди из потомков Адама. Это тоже люди. По линии Яфита сына пророка Ноя. После сына пророка Ноя есть сын Яфит. И пошли они от него. Но вот эти люди все неверующие. Кафиры. Они не живут на этой земле. И до сих пор они там живут. Но место, где они находятся, скрыто от людей. В давние времена жил великий святой, которого звали Зулкарнай. Зулкарнай, некоторые в книгах пишут, что он пророк, да, некоторых. Вот святой. Он был полновластным правителем, овладавший огромной властью и возможностями. Аллах наделил его необычной силой и караматом. То есть сверхъестественными способностями. Такими, что Зулкарнай построил великую стену между людьми и этими племенами Яджуд и Маджуд. Чтобы они не выходили к людям. Они не могут выйти к нам и мы не можем попасть к ним. Они живут так, что каждый из них не умирает, пока не увидит появление на свет тысячи своих потомков. То есть Яджуд и Маджуд в это время они есть. Они не могут к нам выйти и люди не могут к ним попасть. Это племена каждый день стараются сделать проход в этой стене, отделяющей их от нас. Каждый день они ломают, каждый день роют. И когда останется чуть-чуть, немного, потом темнеет, они говорят, завтра продолжим. Завтра приходят, у них, что вчера рыли, опять этого нету. И они каждый день роют, роют, роют. И пока они не скажут, завтра продолжим, иншаллах, если Аллах даст, тогда только они выйдут людям. Когда они людям выйдут, начнется засуха, начнется голод. И Иса Байгамбар и верующие поднимутся на гору Тур, Синай, и будут взывать к Аллаху и просить даровать спасение. Чтобы Аллах уничтожил Авджута и Мавджута. Это две проблемы. Потом Аллах посылает на них червей, которые прогрызут шеи каждого человека из этих племен, и те упадут на землю мертвыми. Тогда на земле будет вонь от этих трупов. Тогда верующие опять обращаются к Аллаху помочь. Аллах посылает таких птиц, они все эти тела выбрасывают в море. И будет обильный дождь, который смывает все эти запахи. Потом умирает пророк Иса, и его похоронят в Медине рядом с пророком, салаллаху алейсалам. И не наступит конец света, пока не произойдет все 10 признаков. И один из них признаков – восход солнца со стороны запада. Когда солнце сядет, и потом он появится с запада. И в этот же день появится животное под названием Дагбатюль-Арк, которое будет говорить с людьми на человеческом языке. Отличая верующего от неверующего. Никто и никуда не сможет убежать от него. Солнце выйдет с запада, и это животное. И говорится, кто не успеет покаяться и быть мусульманином, когда солнце зайдет с запада и появится это животное, то все не принимается. Поэтому, пока у нас есть возможность, надо всем каяться. Грехов у нас у всех есть. У кого-то маленьких, у кого большие. И быть истинным оберующим. Потом всего этого, после этого появится духан, то есть дым, который распространится по всей земле так, что неверующий будет сильно мучиться и задыхаться чуть ли не до смерти. А для мусульман это будет как легкий натур, от которого мусульманы умрут. Тогда на земле образуются три гигантские трещины, которые поглотят все, что находятся на поверхности земли в том месте. Одна будет на востоке, другая на западе, а третья на Аравийском полуострове. Это произойдет после выхода Джаджала и возвращения с неба Иисуса Халай Салям. Из десяти признаков наступления конца света, также будет такой, в долине Один в Йемене возникнет большой огонь. Это не просто пожар. Появится огонь, который будет гнать людей в сторону запада. Это не будет просто пожар. Это огонь, который гонит людей, направляя их на запад. После всех этих признаков наступит конец света. Сам конец света наступит для наихудших из людей. То есть верующие за сто лет до наступления конца света все умрут. То есть останутся только каферы, только неверующие. Потом ангел Истрафил протропит горн, и все будет конец света. Уважаемый дамагат, переуспейте, которые живут в этой мере, используя дарование Аллахом так, как он велел и не совершает грехов. То есть нам всем надо постараться жить по велению Аллаха. Что он велел, надо постараться выполнить, что запретил. И не только мы своим детям, мы соседям, соседи русские, мы им не обращаемся. За это мы все будем отвечать. Поэтому мы не только самих спасать, мы всем должны говорить. Кто пойдет, кто послушается, это их, а кто не послушается. То есть на правильный путь наставляет Аллах. А наше дело говорить. Пусть Аллах Всевышний даст нам крепкого имана, чтобы у нас вера была правильная. Чтобы мы в конце света могли, иншаллах, ответить на все вопросы ангелов Анкара, Мункар. Чтобы в жаннате Фердаус мы все встретились, как сегодня в этой мечети. Пусть Аллах простит наши грехи. И чтобы мы в следующую пятницу тоже могли прийти. Чтобы нашим детям, внукам, внучкам, соседам, братьям, сестрам, чтобы Аллах дал крепкий иман. Субтитры создавал DimaTorzok